Есть три результата от этого чуда. Первое было в этом человеке, конечно. И это то, что я нахожу очень ободряющим. Я использую это в проповедях. Я вот от себя освобождаю, когда я это говорю. Написано, он вскочил, он его поднял, и он начал ходить. И что дальше было? Он зашел с ним в храм. Написано, что он прыгал, веселился, славил Господа. Я слышал, что некоторые люди читают этот текст. И он прыгал, и он нормально... И он ходил, и прыгал, и славил Господа. Я сижу и думаю... Ну, давай. Разойди, почувствуй, о чем они говорят. Грейческий текст говорит нам... Он прыгал постоянно. Не останавливаясь, прыгал. Вот так вот, прыгает, прыгает, прыгает. Он был в радости. Мы до сих пор можем быть радостны по поводу таких моментов, или как? Он не мог себя сдерживать. Он зашел в внутренний двор. Он был наполнен радостью. Потому что впервые в своей жизни он был на своих ногах. Он ходил, и он хвалил Господа. Он был человеком, который в самой Евангелии его коснулся. Он больше не был человеком, который был больным. Но он был измененным. И я могу представить, какие люди были в храме. А вы подумайте. Они все там сидят, смотрят. Сегодня вы видите их на... Вы видите их на храме. Вы видите их на храме. Вы видите их на храме. Они все там сидят, смотрят. Они все там сидят, молятся. Хорошо, это хорошо. Я радуюсь. Я не хочу, чтобы вы думали, что я что-то прикалывающее. Но они все там есть. И они все там сидят. И они все там сидят на месте, и молятся. И потом смотрит человек там сидит за время. И Бог приходит ко мне. И говорит, знаешь что, давай, вставай. И я его поднимаю, и подхожу к стене. И все такие, ааа, что начинает? Что-то происходит. И этот человек прыгает, и лепет, и шутит. Вы можете подумать, как это было бы, если это было бы у стены плача сейчас? Бог, пусть это будет. Не нужно, чтобы это был бы я. Просто сделай. О, я бы хотел, чтобы это был бы я. Это важно, что Бог делает. Хорошо? Вау. Окей. Второй результат. Все видели, как Он прыгал и восхвалял. И они поняли, что это был человек, который тогда был у двери. И они все были в восторге сами. Это был эффект, это произвел такой эффект на людей. Они поняли что-то. В 10 стихе они узнали, кто-то был, и исполнились ужаса и изумления, от случившихся с ними. Греческое слово, которое используется тут, означает полное познание. Может, сначала они не поняли, что произошло. Они сначала, они такие, это не тот человек, который там сидел. Вы знаете, тот, который все время там попрощаничает. Сколько я не помню, я прихожу, я его все время видел. И он только что там был, и он тут. И он прыгает, и он прыгает, и он прыгает, и он прыгает. Вот что это значит. Они были наполнены изумлением. Чего происходящего. Слушайте, это не происходит каждый день. Да? Я не прихожу сюда каждый день. Я вот не каждый день прихожу в храм, и не вижу, что вот так вот человек каждый день вот встает, который там валяется у храма, у стены, и потом он берет и прыгает. Я бы хотел, чтобы это было так. Я бы хотел, чтобы это было так. Я бы хотел, чтобы так произошло. Каждый раз, когда мы приходим на служение, чтобы всех собрать, чтобы Бог что-то сделал с нами. Да? Мы так бы и не хотели. Тогда давайте мы сейчас заставим, чтобы мы могли это сделать. Давай мы не будем говорить, что если какой-то великий проповедник не придет, или пастырь какой-то. Люди, Бог хочет работать через вас. Он хочет работать через меня. Как он говорит вам, будьте готовы. Если вы будете говорить Богу, да, Господь, используй меня, тогда вы должны быть готовы к тому, что он будет вас пользоваться. Да? Не будьте в сюрпризе. Удивлены. Эти люди в храме были удивлены, и так же самое, если бы это случилось бы с нами сейчас. Мы бы так же самым были. Мы это читаем. А мы такие, да. Но мы не ожидаем. Нам надо быть в ожидании. Давайте будем беременны. Да? Да. Вот что означает это слово. Давайте будем беременны. Нам надо дать, нам надо родить ребенка этого. Они поняли что-то. Они увидели тот человек. Третий результат. Они начали все сходиться. Вы, если можете представить, что случилось. В Котел. В Котел. В Котел. В Котел. Если вы можете примерно понять, вот, допустим, что у Стина бы случилось. Да? Был бы тот же самый эффект. Все бы просто такие, воу, 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 идемте, подходим. Они взялись за Петра и за Иоанна. На греческом это означает, что они взяли их руками, вот силой взяли их. И они говорят, что тут происходит? Вместо, где они начали собираться, это было место Соломона. Это примерно в южная сторона двора. Нет, двора, там, где были и язычники. Она была там, она называется Твор Соломона, потому что она была построена там, где раньше были фундаменты первого храма, Соломона. И вот это все случилось, и теперь у Петра еще одни люди, которые его слушают. У него может быть еще одно служение. Open air meeting. An open air meeting. Open air. Мы видим, как Бог даст нам возможности. И вот у Петра еще одна возможность поговорить с людьми. Деяние 3 глава 12 по 26 стих. Тут есть два, она называется на две секции. Первая секция, это там, где он будет объяснять, что Израиль отверг Мессию. И вторая, это ответственность Израиля. Потому что мы в 3.12, когда Петра увидел это, видев это, Петр сказал народу. И он сказал, мы же израильские. Почему вы удивитесь сему? Или что смотрите на нас? Как будто мы свою силу и благочестием сделали то, что он ходит. Он видел, как люди приходили вместе. Он говорит, о, у меня есть возможность. А потом он поднял два вопроса. Ни он, ни Иоанн не имели никакой части к тому, что человек стал и начал ходить. Они сказали, что они были послушны Господу. Вот что нам надо понимать. Если Ишуа работает в тебе, это Ишуа. Это не ты. Это держит тебя в смирении. Это держит меня в смирении. Удивительные вещи иногда происходят. И потом я должен себя напоминать, ой, эй, это реально только Бог. Дай Ему всю славу. Не мне. Окей. Первое дело, что он сказал, почему мы так удивлены? И зачем вы смотрели на нас, якобы мы это сделали? Вот как он предносит себя, чтобы он мог с ними говорить. Он говорит, сейчас я вам буду объяснять. Он делает пять пунктов. Тут он начинает говорить о их реакции к Ишуа Мессии. И факт в том, что они отвергли Его за это. С 13-15 стих. Бога в Раме, Исака и Якова, Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отверлились перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отверлись и просили даровать вам человека-убийцу. Итак, первый пункт, который он делает, это что Бог послал его Сына. О, ты читал 14 или 15? Ты читал 15? От 13 до 15? Окей. И начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему вы светили. Первый пункт, который он делает, это что Бог послал своего Сына. Он говорит, вот завет, который был послым Богом. Завет Авраама, Исака и Якова. Это библейская формула того, чтобы объяснить завет Авраама. И через вот этот вот завет он превознес своего слуги Иисуса. В этом местописании шесть титулов Иисуса. Первое это он слуга. Окей. Интересно знать титулы разные. Он слуга Яховы, который говорит Исайя. Исайя, пророк. Окей. Он был благословен и воскресен от его воскресенья и от его воскресенья. Какой пункт это? Это не пункт, это что вы найдете в Исайя. Окей, это в Исайе, что... Can you repeat it again? Он был прославлен, это в Исайе написано, возвеличен его же воскресеньем и его возвышением. Второе, что он говорит тут, он был дан Пилату, и те, которые виноваты в этом, с кем Петр говорил. У нас есть этот принцип опять of all becoming guilty under the leadership, Okay, you didn't do anything about it. Yeah, you didn't stop it happening. Ты не пытался остановить это. You would have had an opportunity. It's like when you think about the Holocaust. Yeah. Everybody kept their mouth shut. Все держались в ворот закрытым. Никто не говорил, никто не пытался это остановить. Это вина немецких людей на то время. Но не только их. Остальных тоже. Yeah? Есть старая пословица для того, чтобы зло существовало. Хорошие люди должны молчать. Это очень важная штука. Те, которые были виноваты всему, что сделал, это были, с кем он говорил. It's the Jewish people who delivered up Yeshua to the civil authority so that he could be tried and executed. It says it was you who denied him before the king of the planet. You said we have no king but Caesar. У нас нету царя, кроме Цезаря. John 19, 15. And when you said, His blood be upon us and upon our children. И когда вы сказали, что ваша кровь, его кровь на нас и на наших детей. Matthew 27, 25. What was that? Matthew 27, 25. 27, 25 стих Матфея. They did this when Pilate had determined to release him. Когда Pilate хотел его отпустить. Okay? The third point is that they rejected Messiah. They rejected him and his Messiahship. They rejected him and they rejected him and they rejected him. Verse 14. But you denied the holy and righteous one. In 14 стихе. But you denied the holy and righteous one. This is the second title of Messiah. The holy one. Святой. Второй. Святой. Yeah? It emphasizes his divinity. It emphasizes his divinity. The third title This is the second one. The first one was son. The second one is the holy one. The third one is the righteous or just one. Праведный. So this emphasizes his perfect humanity. Okay? Perfect. Идеальность и его идеальная человечность. Okay? Yeah, I just lost myself. Okay, the holy one, divinity, righteous or just one emphasizes his humanity. One minute. Так, еще раз. Первый сын, второй святой, третий праведный. Yeah? Okay. Это уже титулы идут ему. Okay, and then he tells him you denied the holy one. Он говорит, что вы да. Он говорит, что вы отвлеклись от праведного. And the just, righteous and just one. И от святого. And instead asked for a murderer. И попросили убийцу. Okay, 20 минут. The fourth point is they killed the Messiah. is that the title or? Not yet. Okay. это вы четвертая часть того, что происходит тут. вы убили Мессию. Вы убили Мессию. Вы убили Мессию. Verse 15. And the thing that it says here, you killed the author of life. That's the original translation. оригинал этого стиха вы убили автора жизни. And that's the fourth title. И это четвертый титул. The author of life. Yeah. This is the point of Acts 3.15. Это часть Деяния 15 стиха. the originator of life. Yeah. This is emphasized in Hebrews chapter 2 verse 10. Through Hebrews 12.2. Okay. From Hebrews 2.10 to 12.2. To chapter 12.2. Okay. It's a long section of Scripture. There's a lot of this scripture. But within this scripture it tells you about the originator of life. Or the author of life. Yeah. It can also mean leader. The emphasis on this is in Acts 5.31. 5.31. 5.31. Okay. Furthermore, it can also mean pioneer or trailblazer. The one who is in front. Pioneer or trailblazer. Pioneer, trailblazer. This is a concept from... This is the concept from the American pioneers. They went ahead and made ready for those who would come behind. Yeah? Okay. Finally, the word can also mean a champion. The one who gained the victory for those who he represents. Those who believe in him. Okay? There is a fifth point here. There is no title. Okay? Wait a minute. There is a fifth point and Peter is saying we are eyewitnesses to that. Okay. How many did we get? Did we get them all? Did we... So, we only got four titles. We only got four, but yeah. There's six, yeah, I know. Yeah, it will come, but it comes a little bit hidden here. So, then you want to stop here? Yeah. I think it might be good to stop here. Okay. Okay. Тут мы остановимся, потому что дальше, уже дальше будет, уже дальше мы уже будем мыслить, вот, или искать. Okay? Okay? Так. Вопросы? Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok